Я пришел к барабашам, узнать как тут у них дело стоит с бывшими лагерями. Добрый день. Масло ребятишкам. Они у вас работать будут? Да, я работаю, чтобы никуда не ходили. Да-да, сейчас они с Еремой пойдут. Поэтому нам когда-то уже будет на детский лагерный огородчик, мы у вас попросим, как у хозяев. Дети не наши, ваши. И поэтому они у вас в гостях гостят, потому что Роспотребнадзор пошел не тем путем, а они нас сделали еще ближе друг к другу. Вы бы такого участия не приняли. Я хотел попросить тебя, тебе не ущерб будет, если ты возьмешь один домик на молоко помочь Надежду Василину. Там маленькие девочки, чтобы утречком, ну и задействованные там делали Еремию, или кого-то, чтобы сбегал, сам отнес, чтобы полная была награда ваша. А сколько чего нужно? Ну, я не знаю, там пять девочек, а надежда сегодня шестерых. Чтобы у них все время было свежее, может молоко, сметану, творог, все примут. Потому что остальных мы взяли. У этих они едят. Там мы заплатили. Вам не привозили ничего еще? Нет, ну, говорил, у нас лапши нету. Говорит, лапшу приняли. Ну, я узнаю, что есть там. Дальше мука есть у нас. Вот, видишь, сахар. Это все постарается привезти. Растительное масло. Хорошо. Да. Но мы детей сохранили, и Бог милый, сегодня уже ночью полиция у нас не ночевала. Видимо, батюшка с ними поговорил, и это хорошо получилось. Потому что они пошли совершенно не тем путем. Стали требовать, чтобы подписали документы родителей, что с детьми было плохо, чтобы возбудить уголовное дело против меня. И ни один не нашелся предатель. Дети все говорят, да было хорошо, были сытые, были радостные. Я спрашиваю, конечно, в лагере было нам интереснее. Я говорю, надо уметь все переносить. Теперь вы погостите у наших деревенских братьев и сестер. Ну, Игорь Александрович, с Богом. Так, этот, я хотел еще напомнить. Приезжает Роман, он надеется на тебя, что ты возьмешь его в компаньоны. Ты, в смысле, помогать тебе. Постараемся, да. Так, осень, если тебе нужно будет на очистку зерна, имей в виду, очень сильно нуждается Виталий, алименты платит. Какую-нибудь работу, чтобы заплатить ему, чтобы его не трогали. А то он сейчас мешится и... Хорошо. Имею в виду, какую-то работу сейчас подготавливать. Я думал, у вас нет никого. А? Думал, у вас нет никого, я к вам даже не обращался. Я так не понял, чего нет у нас? Думал, нет никого работников. Есть, он один. А то Женя там у меня отказался, не хочет. Видишь, как отказался тебе, вот я ему сегодня сказал, он рад так. Уборка-то нынче, похоже, будет сложная, если лето дождливое, осень скорее всего такая же. Бог силен. Мы сейчас шли, грешки сколько полегло, она уже не поднять ее. Не поднимется. Вот все поля там тоже полегли. Ну ничего, оно вызревает. Ну дай бог. Можно будет убрать. Значит, ему нужны деньги заплатить там где-то. Виталия я отдаю, он сейчас у Анианилы отмостку делает. Остальное пока не заваливает там. Я вызову когда бульдозер, я его прогоню, он там рядом мне нужно с той стороны, я его подгоню, туда он меня завалит и сам пройдет и вернется назад. Хорошо. Все. То есть вопрос решенный, да? Да. С богом. Алабайщик, да ты на солнышке лежишь, а? Можно погладить-то тебя хоть. Да хороший Алабайщик. Вот он где. Да какой песик добрый, он как хозяин. Ого. Ну молодец Алабай, пасет. Жалоб на него нету. А вот у Устиновых, собачка очень красивая, выскочила, задавила трех или четырех утят. Что делать? И уже все, вам и не избавиться от этого. Не приучить, только держать ее. Где-то там пролезли утят или собака, кто к кому. И вот такое дело. У нас тут была одна гусей подавила. У Любы прибежала от этого дома. Вот, и дякон живет. Еще пристрелил ее невозможно. А у Игоря один задавила ягненка. Тоже пристрелить пришлось. Уже все, не отвадить. Я просто не знаю, возможно ли это. Поэтому это собака. Это зверь. И когда играют с медведями, львами, а потом они их кусают и люди погибают. Ну написано, кто с дикими зверями сходится, что будет. Считайте премудрость Соломона и Иисуса Сиарахова. Вот я сейчас подойду до Виталия. Сейчас по деревне пока я иду. Это вот батюшкин дом. На втором этаже зимой молятся. Рядом храм. Вернусь маленько назад. Креста не видать, наверное. Я даже не знаю, куда кого убрать. Куда показать-то? Где он? Березки одни, видать, и все. Может быть, и видать будет крест. Оградка. Вот. Здесь плотненько живут. Они уехали в Грецию. Мама их осталась здесь. Хороший домик. Прекрасные люди. Вот. Мы были в Греции. Так они нас далеко встретили. Димитрий Марина. Она так фамилия Коимчиди. Батюшка звал. Говорит, Кое чудо. Это у них собачка батюшки на видах лавит. У этих-то нету. Это Виктор Николаевич. Тут все что-то роет. Готовится встречать жену. С ребенком назвали Ангелина. Родился ребенок. Все подготавливают к зиме. Обихаживают. Видите, какая огромная тарелка внизу. Вот так. Это вдоль деревни. Лежат бетонные кольца. Я упал, а за 10 тысяч их купил. Четыре кольца. Мощнейшие. Это где-то под дорогу. Он уехал в Корчино. И тут продавал кое-что. Это Глушкова Нила Александровна. Она Виталию поручила работу. Вот ее домик. Ого. Все, цветах. Здорово были. Так ты меня в прошлый раз приглашала на горошек. Зайти, посмотрю. Заходите, фотографируйте. Так, может быть, потом и редьку думаешь отдавать, так примем. Давайте сейчас. Мы детей, это, лагерь закрыли. Теперь они по деревне распределенные, в гостях гостят. Так что можно туда что желаете даже и дать им. Ну, Виталий, сразу быстро же пришел. Ну, да, вот сейчас. Погрузили, большие очень бревна, трудно было. Поэтому я оторвал. Сейчас позавтракаем. Все. Ну, идите там. Пока не сделает, он двоит у тебя здесь. Хорошо, да, да. Я вам его поручил. Но он будет там, ему нужно сейчас ко мне будет забежать, вещи все вынести оттуда. Скажите, сразу. Я должен дом замкнуть, чтобы туда не зашли. Вот он рядом, через дорогу. Хорошо, сейчас. Он пусть даже выночит там на улице. Мне нужно ключ забрать. Хорошо. Потому что мы опасаемся хулиганья. Ну, вы делаете, знаете. Я знаю. Спаси Христос, сестра. Очень хорошая сестра, Неонила. Прекрасные у ней дочери. Елена, Наталья. А вот это белая смородина. Белая. Хорошая. Розы. Иди фотографируйся. Ничего не бояться. Я программист. Очень важное лицо. В краевых организациях. Стат управления везде работал. Все бланки у меня, это все делал. У нас люди, в большинстве заканчиваются красными дипломами. Врачи, юристы, программисты. Открывают свои, как называют там это, организации, предприятия. Вот у нас небольшая работа в интернете. Сейчас закон этот вышел. Какой-то яровой, не знаю, что за яровой. Ну и нужно брать удостоверение, что мы отобщены. Вчера Максим Степаненко это все написал. Я ему благодарен. Он вот такие ценные, да, очень ценные указания, как это делать. Ну и слава богу. А где-то горошек-то, вот он у ней. Нам никак это не помешает, я говорю. Бумажка. Ну и что? В духе святом трудиться будем. В рот они не залазят. Никак. То есть только справка и все. Говорят, что это от борьбы с терроризмом. Да не первые справки достанут террориста. Сидеть или иголы, как ходили, так и будут ходить. И зарегистрируются, и будут справки. А то штраф до миллиона. Ну, не знаю это все, как у них будет. Но, по-моему, будут неприятности. Миллион наложить от осуды, делать где-то в Казахстане и прочее. В этом, в Казани. Не знаю, пройдет ли. Там такое может быть, как в Москве. И взяли машину милицейскую. Посадили двоих. Напротив машины толпа. Вытащили своих. Все кончилось. Они стараются не бить. И убил там Агафонова. Отпустить его. Ну, мы видим, что делается. То есть, грозная сила восстала. Грозная. Бог допустил это. И с этим приходится считать. А закон как бы против них направлен. Не остановить. Но русских людей этот закон врат ли консолидирует? Никак. Он разделяет еще больше. До этого можно было сходиться. А сейчас под миссионерскую работу любую беседу в вагоне, в поезде, дорогой можно приписать и начинать судить. И русские друг от друга отрекаться начнут. Это еще больше разделит. Закон яровой не к созиданию будет служить. Я так думаю. Почему он яровой, не знаю. Женщина участвовала какая-то или ярый дух тут нашел на кого-то. Пожалуй, сейчас горошек просили в городе набрать.